бонжу дорогие друзья меня зовут дмитрий самаль я дизайнер я проектирую очки часы модные аксессуары и автомобили в этом видео мы прогуляемся по риму и вы узнаете почему рим как законодатель мода и стиля я ставлю в один ряд с миланом и парижем но перед этим обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на значки уведомления чтобы не пропустить мои новые видео ну что поехали конечно же любой город начинается с аэропорта а рим это столица италии и естественно мы здесь видим самые современные магазины и бренды это валентина знакомая уже нам пинку такая оригинальная подошва сумочка от фенди ближе концу этого видео вы узнаете особенность и важность валентина и фензи для рима грандиозное интерактивное оформление луи вьютон с огромными бесшовными экранами по всей площади получается очень мультяшно и современно а это наверно самый технологичный мульти моушен робот дисплей в общем на какие только ухищрения не способны рекламщики за охотой за содержимым в наших кошельков а тем временем мы уже в самом городе напротив ватикана я считаю лучшее время прогулки это конечно же восход солнце на часах 7 утра великолепный мягкий свет приятный прохладный ветерок тишина самые отважные горожане делают пробежку ну или хотя бы выгуливают собачку мы подходим на площадь пьяца дель попуру с этой монументальной невероятной красоты архитектурой и с египетским обелиском восхваляющим деяния фараона рамзеса второго еще каких-то 200 лет назад на этой площади проводили публичная казнь а сейчас здесь проходят съемки фильма и снимать съемки было запрещено упс одной из главных достопримечательностей рима на мой взгляд является не колизей не фонтанда и треви где мы обязательно побываем а двери перед нами одна из самых древних дверей города она очень странно расположена видимо раньше здесь было крыльцо с таким вот затвором наискосок и металлическим укреплением стене их жалко только что замок современный а это самая эпатажная дверь почти ворота здесь развита морская тема трезубцы крючки якоря восьмиконечная звезда компас все металлическая и тщательно реализованная тема символизма и геометрии ажурные металлические вставки чем-то напоминают парижские двери кстати напишите мне в комментариях будет ли вам интересен обзор парижских дверей согласитесь сколько в этих дверях шаармы тема животных в данном случае литой тигр а это грозный лев немного подобрее с такой античной маской и круглым окошком над входом всегда интересно как же звучит дверь стилизованные львы рыбки колониальная тема у италии как и у франции было немало колоний в африке тема фараонов ярко-красная двери с необработанными фигурками смотрится очень здорово тема цветов и узоров психология символика дверей связывается с образом границы или перехода то есть дом это что-то упорядоченное освоенное тогда как все что снаружи это хаос то есть дверь и порог считается граничной территории через которую вредоносные силы хаос могли проникнуть в жилище человека переступить через порог существует много суеверий и обрядов связанных с дверями но это уже совсем другая история вот такой крючочек молоточек два круглых элемента а ручки напоминает пирсинг если вы понимаете о чем я здесь круглая тема обыграна немного по-другому владельцы решили приглушить звон он должен быть очень звонкий изящная женская ручка а эта дверь меня поразила своим брутальным дизайном произведение искусства а премию изящного искусства я вручаю этому крокодильчику как мило и стильно а мы тем временем подходим к пиаце Испания что означает мы в модном квартале перед нами испанская лестница которая состоит из 135 ступеней фонтан фонтан Баркатча переводится как лодка работы Пьетро Бернини у улица Виа Кондотти считается самой модной в Риме ведь на ней располагаются самые актуальные дизайнеры нашего времени Поговорим сразу о французских Изабель Марон излюбленный именно парижанками бренд в Париже говорят у девушек столько сапог Изабель Марон в шкафу сколько они изменили своему возлюбленному то есть немало Шанель с элегантными бантиками на туфель сложным вручную сплетенным костюмом с градиентом цвета и такой же сумочкой это один из трендов этого лета Лон Шан повышает качество и престиж бренда и соответственно цены на новую коллекцию перфорированных сумочек Луи Виттон и тема рыбок хорошего улова Живанши тема заклепок очень стильна Гермес где платочки являются настоящим шедевром в галерее искусства а вот это сюрприз так сюрприз очки Дмитрий Самаль продаются в магазине Отти Касаву в модном районе Стефана владелец магазина мы знакомы уже более пяти с половиной лет Чао, Стефано Чао, господи Как дела? Все хорошо? Все хорошо Как вы видите твои очки они всегда красивые продукты от хорошего качества мы используем уже 5 лет дизайн фантастический и оригинальный ты очень хорошо Спасибо Стефано рассказал про оригинальный интересный дизайн и высокое качество очков очки действительно сделаны вручную во Франции и Рим является вторым по значимости городом после Парижа для моего бренда здесь 5 магазинов где можно приобрести Дмитрий Самаль еще одна причина посетить этот замечательный город примерить мои очки а мы продолжаем нашу прогулку перед нами вот такая интересная витрина это надувная цепочка вот от этой сумочки правда впечатляет туфельки запутались и заблудились в чаще леса а это магазин моей любимой марки обуви ручной работы с Антонием они кстати делают также и сумочки но изначальное направление это мужская обувь это семейный бизнес которым сейчас руководит уже второе поколение семьи с Антонием я себе присмотрел вот такие две модели лоферов с отличной скидкой отличительной особенностью этой марки является тот факт что покраска кожи производится вручную а подошвы реализованы в сотрудничестве с компанией Goodyear одного из самых первых производителей шин для автомобилей которая бывала первые гоночные автомобили Ford в далеком 1901 году а это кстати крокодил ценник за которые начинается в районе 3000 евро специальный на СССР для ухода в общем мои дорогие посоветуйте напишите в комментариях мне взять вот эти коричневые плетеные почти макосины либо черные лоферы хотя цвет здесь довольно сложный немного жмут но должны разноситься с такими милыми аксессуарами качество на высоте ручная работа оранжевые подошвы хотя они конечно же сотрутся после таких эмоций самое время выпить чашечку кофе а сделаем это мы в одном из самых старейших и пафосных мест модного района кафе греко где мое любимое пирожное делается прямо перед клиентом стоит оно конечно тоже в раза четыре дороже но вкус и текстура в общем оно того стоит советую за все я заплатил 10 евро как мы видим изначально трубочки полые а это хорошо нам знакомая ромовая баба из неаполя ну что ж настало время подвести обещанные итоги трендов этого лета первый тренд который я заметил это мелкие средние наивно цветочные принты в данном случае это листик клевера от лоуи патчворк от миу миу романтические розочки от валентина и экзотический цветочный сад от дольче габбана второй тренд это черно-белый геометричный принт крупные украшения с перламутром и шашечки это отлично иллюстрировано у армани с открытыми плечиками то есть такие майки алкоголички черно-белое платье в горошек от пинку 50 оттенков серого для мужчин от корнелиани третий тренд ажурные кружевные и плетеные аксессуары и одежда на каждый день ажурная геометричность в данном случае плетеные аксессуары от фирогамму крупные перламутровые ракушки украшения от прадо а также всевозможные градации красного цвета от насыщенного пурпурного до морковно-оранжевого это я бы сказал четвертый тренд кстати офисы и центр стиля Валентина находится именно здесь на пьяце Испания они здесь даже проводят периодически модные показы ух ты дверная ручка я еще такой не видел один из таких показов проходил именно здесь как вы знаете Валентина это эталон стиля и высокого утонченного вкуса в то время один из главных дизайнеров дома являлась Мария Грация Кьюри которая сейчас заведует французским модным домом Диор я преклоняюсь перед ее стилем и видением высокой моды в трендах Рима также и детская одежда от Фенди с логотипным плюшевым мишкой если бы у меня была возможность прожить одновременно несколько жизней то одну из них я непременно провел бы в Риме здесь действительно хочется быть раствориться в этих извилистых исторических улицах влюбиться поработать дизайнером у Валентины Ли Фенди говорит на их акценте Романо в общем быть частью этой красоты в следующем видео мы сделаем акцент на дизайне в Риме и посетим несколько музеев будет много интересного поэтому подписывайтесь на мой канал поддержите мой труд лайком комментарием поделитесь этим видео в ваших социальных сетях это важно а я с вами прощаюсь ауах чао